Сегодня тема раздельного сбора мусора актуальна как никогда. Взрослое население понимает, что будущее за вторичными ресурсами, но как объяснить это ребенку? С целью информирования жителей города Гродно о способах утилизации и раздельного сбора отходов в учреждениях образования проходит выступление с участием агитационных бригад, которые рассказывают о пользе такого подхода. Агитбригады создаются на базе учебных заведений, на базе дошкольных учреждений по системе «Равный обучает равного». Дети сами, которые обладают какими-то возможностями, способностями, прежде всего желанием рассказывать своим сверстникам по данной теме, они выступают и доносят эту информацию. Маленькие гродницы четко знают, о чем говорят. Им понятно, зачем нужно сортировать мусор. Чтобы всегда планета была чистой, чтобы всегда не портился воздух, но там у него не было у нас. Чтобы люди могли жить с кислородом, и мусор не мешал кислороду вдыхать людям кислород. Дошколета показали своим сверстникам милую постановку, которая учит, как правильно обращаться с мусором, объясняет, что такое переработка и зачем она нужна. Ребята увлечены темой и с удовольствием делятся знаниями с друзьями. Мусор надо разделять, чтобы использовать опять. Важно с ранних лет прививать своему ребенку к культуру бытового поведения. Ведь наши дети должны жить в мире, который уважительно относится к вопросам экологии. Формирование культуры поведения закладывается в самом раннем возрасте. Дошкольное учреждение ведет целенаправленную работу совместно с родителями по раздельному сбору мусора. И мы очень рады, что несем свой вклад в культуру нашей страны, потому что экологическое направление сейчас очень рентабельно и важно. Резиновые коврики из старой покрышки, детские игрушки из пластиковых бутылок, уличные фонари из заслуживших настольных ламп – все это реальность. Сделав выбор в пользу сортировки мусора, мы дадим вторую жизнь старым вещам и поспособствуем решению глобальных экологических проблем. А мы вам будем помогать и город в чистоте держать!